МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Поклонники творчества Василия Макаровича Шукшина, наверное, помнят доброе определение, которое писатель дал своим героям, деревенским жителям, чудикам. Это искренние, открыто душевные и незамысловатые люди, размышляющие о смысле жизни. И думы эти неизменно приводят их к постижению вечных и простых истин. Земля, труд, дом. Но в каждом рассказе остается неразгаданная тайна прочности, надежности этих истин. Тайна природного притяжения земли и дома. Сегодня мы расскажем о двух героях, которых разделяют тысячи километров, но объединяет любовь к русской деревне и к ее простым и трудолюбивым жителям. Они хотят, чтобы им жилось хорошо, чтобы все вокруг было красиво, чтобы и самим было весело, и перед детьми не стыдно. И для этого они готовы жертвовать и своим благосостоянием, и трудом, и энергией. Конечно, кое-кто из наших зрителей снисходительно улыбнется и скажет «О, чудики!» Но их земляки воспримут это, как похвалу. Мой первый трактор взял, взял я его не за деньги, был у меня автомобиль старенький. Задумал, когда заниматься землей, нужно было на чем-то пахать. Парню нужна была легковая машина, а мне нужен был трактор. Поменял. Этому трактору 40 лет, до сих пор на ходу. И хотя машина во многом уступает современной технике, Владимир Золотарев хранит ее как реликвию. Трактор – напоминание о тяжелом пути к успеху. Это сейчас Владимир – преуспевающий фермер. В его хозяйстве около сотни единиц техники. А в голодные 90-е в распоряжении Золотарева был старенький трактор. В то время развалился родной колхоз. На смену прежнему руководству пришли столичные инвесторы. Зарплату не платили годами. Перерезали весь скот, который был. Выкопали все ворошения. Но они не стали что-то созидать. Они начали разворовывать. Владимир Золотарев родился в селе Махонова. Рос будущий фермер в нужде. Его семья была многодетная. Сразу после школы Золотарев пошел на работу к отцу в тракторную бригаду. И с тех пор успел поработать и трактористом, и дальнобойщиком, и механизатором. Фермером решил стать, когда развалился родной колхоз. Трудиться под началом столичного инвестора он не хотел. Пришел к этим новым хозяям, которые пришли. Попросил, я говорю, дайте мне 100 гектаров для того, чтобы зарегистрироваться. Он мне сказал, я тебе ничего не дам. Ты мне не нужен, чтобы под ногами мешаться. Ну я как бы возмутился. Владимир Золотарев смог в одиночку возродить родной колхоз и вытеснить пришлых инвесторов. Сейчас в хозяйстве Владимира 10 тысяч гектаров земли и около тысячи голов крупного рогатого скота. 10 лет доил сам, потому что мама у меня была больная. И мне приходилось, ну как бы, не подменять, а постоянно. На ферме Владимира трудится 150 человек из 9 сел. И хотя техника у него новая, сам себя он называет несовременным руководителем. Берет на работу всех желающих. Анатолий Булахнин всю жизнь проработал скотником. Однажды попал в больницу с инфарктом. Когда встал на ноги, не подошел современному работодателю. А Золотарев устроил Анатолия на свою ферму. Спрашивает он, спрашивает, по делу спрашивает. Работать, если будешь, то нормально все. К нему можно подойти с любым вопросом. С денежным взять долг, зерно, сено. К рабочим он относится в лояль. Очень в лояль. Бесплатное питание, спецодежда и доставка до рабочего места. Это далеко не весь соцпакет, который предлагает фермер своим землякам. Любой желающий труженик может взять у него бесплатно корову. Стоит только попросить у Иваныча. Так ласково называют его работники. В своем руководителе они души не чают. Очень хороший. Мы очень любимый. Это от души мы говорим. Своих работников Владимир Золотарев обеспечил жильем. Принял участие в федеральной программе развития сельских территорий. По ней фермер должен оплатить 20% от стоимости домов. Остальную сумму берет на себя государство. Владимир вложил 18 миллионов рублей и выделил участок под строительство. Приятно, когда люди вселяются в новые дома, молодые семьи. В селе уже построили несколько десятков домов для работников фермы. В них есть все удобства. Газ, вода, электроэнергия, а также внутренняя отделка. Просто заезжай и живи. Здесь родительская спальня. Здесь комната девочек. У нас две девочки. Юрист фермы Алена Разлован живет в новом жилище уже несколько лет и до сих пор не верит своему счастью. Через 7 лет этот трехкомнатный дом перейдет в ее собственность практически даром. Заплатить придется всего 1% стоимости. Благодаря такому подходу на ферме у Золотарева трудится много молодежи. Для жителей окрестных деревень, как, впрочем, и для всех проезжающих мимо, фермер открыл магазин с местной продукцией. Здесь молоко и мясо отпускают по цене производителя. Но главное, зачем сюда приезжают селяне, это корма для животных. В этом здании были когда-то мастерские распавшегося колхоза. Сейчас здесь Золотарев перерабатывает отходы от подсолнечника, сои и рапсовых культур в шрот. Питательную подкормку для животных. Да, соевый шрот, он у нас в основном идет через Калининград, ну, западных стран. Ну, аналог свой российский делаем. Сейчас в селе Махонова и его окрестностях практически не осталось заброшенных территорий. Деятельный фермер все освоил. У людей у одних рыбалка на первом плане, у других охота, у третьих там какое-то там спортивное мероприятие. А вот у меня вот такое, ну, дурак я. Хочу, чтобы у нас было все красиво и хорошо. И не только просто красиво, а и что еще приносило людям, ну, смогли они воспользоваться там. Бог, люди и земля. Вот и девиз весть. Как и для фермера Золотарева, для Павла Бабошкина история возрождения села началась с трактора. У нас представлен трактор ДТ-54. Это первый самый выпуск тракторов. Еще с амблеема ВГТЗ, причем со звездой, то есть юбилейный. Спасли машину из пункта металлоприема. И не просто восстановили, но и смогли оживить. А сейчас этот трактор, ставший символом целой эпохи, экспонат музея сельхозтехники под открытым небом. Все эти машины собрал, отреставрировал, привел в порядок житель села Кудельник-Люч, Павел Бабошкин. Сначала реставрация техники была просто увлечением. Потом переросла в кружок для местных школьников. Когда накопилось техники у нас с избытком, с излишком, плюс ребята, друзья уже стали упрекать, что ты один на это все смотришь, трогаешь, нам надо тоже посмотреть, показать. И решили уже как-то работать в направлении музейного дела. Павел Бабошкин не местный. В Кудельник-Люч переехал 13 лет назад и буквально влюбился в это место. Павел увидел потенциал и загорелся превратить село в туристический бренд. Я думаю, музей это будет в дальнейшем у нас уже один из каластеров самого туристического продукта. А основным продуктом будет само село. Тот же Кудельник-Люч само название только завораживает, сказочное название. И когда говорят, что мы живем в Кудельном ключе, у всех сразу вопрос становится. А с чего это название? Что за ключи? Железного, медного, ничего какой-то? История села начинается на рубеже 19-го и 20-го веков. Когда сюда осваивать новые земли пришли переселенцы, преимущественно белорусы, украинцы и уроженцы центральных регионов России. Им сразу приглянулись сопки, окружающие небольшую речку. Кусты у воды переплелись, как пучки шерсти, кудели, из которой пряли прочные нити. На левом берегу переселенцы обнаружили множество незамерзающих ключей с чистой и вкусной водой. Так, в 1905 году с обеих сторон реки возникли полноценные поселения. На левом берегу – Куделя, на правом – Ключи. А через три года они объединились в Кудельный ключ. С тех пор село обросло богатой историей. Есть, что рассказать туристам. Граммофон и пластинки 1935 года. Глиняные горшки и прялки – начало 20-го века. Телевизоры и даже кинопроектор. Здесь уместилась вся история села. Из кропотливо собранных экспонатов Павел сделал полноценную экспозицию в четырех направлениях. Быт. Кухонная утварь, утюги, мастерская, подковы, пилы, молотки. Техника 20-го века. А здесь кабинет председателя колхоза. Массивный стол, красные знамена, печати. У каждой вещицы богатая история. Как, к примеру, у этих ковров. Их по собственной технологии создавала прабабушка Павла. У одних эти предметы вызывают теплые воспоминания, у других – вопросы. Приходят нам группы детей, школьников. Когда обсуждаем, что такое комбайн, на улице они комбайн знают, который зерно убирает. А что существуют телевизионные комбайны и радиокомбайны, дети этого не знают. То есть комбайн – это что? Это то, что выполняет несколько операций. Как у нас сейчас на телевизоре, на пульту. Сегодня Кудельный ключ – достаточно большое село. Здесь живут около 600 человек. Это немало по меркам Западной Сибири. Но, как и везде, это в основном пенсионеры и дети. Молодежь неизбежно уезжает. Кто в Новосибирск, кто в ближайший райцентр. Создавая музей, Павел Бабошкин ставил перед собой цель не только привлечь туристов, но и вызвать интерес к сельскому хозяйству у местных школьников. Дети должны видеть, с чего начиналось, в каком периоде времени это развивалось. И они должны понимать, что необходимо по окончании школы учиться, учиться, учиться. Что на производстве должно быть обучение, что мы не можем остановиться, не может ребенок остановиться на каком-то знании и прожить всю жизнь. Помимо музеев, завлекают в село и прекрасными видами. Местные активисты превратили берега речки Кудельки в зону отдыха. Здесь можно рыбачить, гулять, проводить праздники и собрания. А вода в местных ключах очень вкусная. За ней специально приезжают люди из самого Новосибирска. Совсем недавно волонтеры отремонтировали деревянные мостки, расчистили тропу вдоль реки. Время от времени прокашивают. Теперь к воде удобно подобраться и жителям окрестных домов, и туристам. Заехали на ключ, водички набрать. Узнали про музей, заехали в музей. Здесь прошлись, потом через неделю-две уже возвращаются наряженные с семьей на целый день. Очень хороший у нас поток туристов как раз образовался из людей проезжающих. Увидели, заехали, поняли, что это не на пять минут. Зашли, сфотографировались. Через неделю, через две уже смотришь, звонят, что необходимо либо тур организовать, либо индивидуальные какие-то поездки. Чистая вкусная вода, грибы, ягоды, живописные виды – наглядная история сельского хозяйства. Из всего этого и родилась идея превратить кудельный ключ в бренд. Как-то охота развивать село. Тем более знаем, что нам нужно жить здесь до конца наших лет. Дети у нас здесь будут жить. Даже если они уедут, это их малая родина. Они сюда будут приезжать. И обидно будет, если приезжаешь в дом, который ты вырос, и он в обвешалом состоянии. Потому что я всегда говорю, самое страшное – это когда ты продаешь родительский дом. Уже сейчас на сезонные туры приезжают десятки туристов, среди которых школьники и студенты. Кто-то за грибами, кто-то на технику посмотреть, а кто-то прокатиться зимой на лыжах. А совсем недавно в кудельный ключ приезжали гости со всей области на празднование 70-летия освоения Целины. И это только начало большого возрождения села, уверен Павел.